Он все умеет, в том числе и отобрать мяч у Лулича. Муджа. Мягкая навесная передача в штрафную площадку. Тут постарался как раз Кандагбия. Опять Лулич. Отличная передача. Удар! И футболисты Лацо забивают очень красивый мяч. Это Филипп Андерсон сделал. Вроде бы в то время, когда Интер больше атаковал, владел мячом. В гости разразились очень красивой комбинацией. Мы сейчас посмотрим, что преимущество Интера не должно обаюкивать Тифозии Найрадзури и Тифозии других команд. Лацо может забить в любой момент. И прекрасный гол. Во-первых, Ансальди, конечно, проспал. Было видно, что в момент передачи он вообще смотрел в другую сторону. И за спину у него вылетел Филипп Андерсона. Когда аргентинец ускорился, он уже безнадежно проигрывал, наверное... Мощнейший удар. Но здесь тяжело, даже если ты большой мастер. Под перекладину. 2-0 в пользу Лацо. Лукас Бегли. И не будет сегодня тот болельщик к Лацо, который оскорблял его после матча с Кьево. Искать... Чем мотивировал? Чем же так мотивировался? Мотивировал тем, что Кьево проиграли дома 0-1. И команда, на его взгляд, играла... Не, очевидно, что Миранда захватил здесь за плечо. Чиро Иммобили не в самый угол. Проберил Лукас Бегли, но удар настолько мощный и под перекладину, что... Увидим ли мы еще один гол в этой игре? Вот мне самому интересно. Ну, понятно, что Гул Лацо практически все перечеркнет. В то время как Гул Интера нам подарит просто... Такую фейерверковую концовку очень горячую. И очень нервную. Удар в дальнюю луну. Вот он, этот гол! Вот он, этот гол Интера на 84-й минуте! Вот Интер. И это Перешич, который бегал-бегал, но ты говорил о том, что атакующих, в общем-то, с него никто не снимал обязанностей. Да, но отметим, что, естественно, игра 10 на 10 развязала руки многим атакующим футболистам Интера, потому что Лацо откровенно подустал, а Интер на краже вполне способен сейчас сравнять счет. Это был сбросович, между прочим. Да, Перешич.